Дорогие зрители и слушатели, добрый день. Сегодня посвящен дате солидной 70 лет Центру сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Берегиня. Центру 70 лет, именно поэтому в нашей студии гости директор Центра Берегиня Лена Ефремова. Лена Павловна, здравствуйте. Добрый день. И Мария Попова, Мария Петровна, социальный педагог отделения комплексного сопровождения и социализации детей. Все верно? Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что вы сегодня пришли в нашу студию. У меня у самой, вот относительно усыновления, попечения детей, да, и нахождение их в интернате или в детском доме, или в собственной семье, как-то вот нет определенного такого мнения, что лучше. Иногда и собственная семья, ад, на фоне которой пребывание в детском доме или в интернате кажется праздником. Иногда усыновление такое, что не приведи Господь, поэтому не знаю, что все индивидуально. И всегда, в любых случаях, мне кажется, для ребенка это стресс, это страх, большая порция страха. Но вы таких детей видите непосредственно. Вы с ними общаетесь, работаете с ними, помогаете им. И за 70 лет наверняка историй очень и очень много. Я сейчас хочу передать слово Антонине Степановне. Сама напомню зрителям и слушателям, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны 32 00 66 32 11 66. По ним вы можете присоединиться к нашему разговору. Возможно, захотят поздравить с юбилеем ваши выпускники, вас. Может быть, коллеги как-то присоединятся. Или просто те, кто нас сейчас смотрит и слушает на полне республиканского радио и на канале республиканского телевидения. А я тогда буду поддерживать морально и тоже как слушателя воспринимать. Иногда буду подключаться с какими-то вопросами. Пожалуйста. Спасибо. Ну, конечно, в первую очередь, прямо от сердца, от всего сердца, хотела бы поздравить коллектив Детского дома Берегини, нашего любимого центра и Лену Павловну. Я хочу сказать, что являясь попечителем этого учреждения, я просто вижу, какая огромная работа проводится коллективом, всеми сотрудниками учреждения. И поэтому я хочу вас от всего сердца поздравить с этим юбилеем. И, Лен Павловна, вот хочу нашу встречу, наш разговор начать, наверное, с истории Берегини. Когда возникла? Какая потребность была тогда? Какая сейчас? Ну, во-первых, я хочу сказать вам слова большого благодарности от имени коллектива детей, от коллектива взрослых нашего учреждения. Действительно, наш детский дом, мы его так и называем детский дом, хотя официально у нас уже сейчас такое название не имеет, но тем не менее это дом, в котором проживают дети, в котором они воспитываются, откуда они выходят во взрослую жизнь. С 1951 года мы берем корни из Мархинского детского дома. Мархинский детский дом был реорганизован на два учреждения. Это вот наше учреждение и адаптивная школа-интернат номер 28, в котором в данное время воспитываются дети с нарушениями в развитии. А наше учреждение впоследствии стало дошкольным детским домом, далее он стал журавушка, дошкольный детский дом, и прошел ряд реорганизаций, перепрофилирований. На сегодня это Центр помощи детям-сиротам. И надо сказать, что с того периода прошли кардинальные изменения, не только в нашем учреждении, это связано вообще с изменениями в обществе. В нашем государстве поменялась политика государства в отношении сиротства в целом. Если в те годы, в послевоенные годы, это были дети-сироты, у которых родители погибли, которые оказались в бедственном положении, то теперь это в основном социальное сиротство, которое существует, но тем не менее есть хорошие позитивные изменения. Наше учреждение на сегодняшний день воспитывает детей не как раньше это было. Они в малолетие попадали и до выхода находились у нас много-много лет. Это закрытая система, которая никого к себе не подпускала. На сегодня мы открыты для общества, мы открыты для волонтеров, для всех активных неравнодушных граждан, которые бы хотели принять какое-то участие в судьбе наших детей. Поэтому наша основная задача – это реализация конституционного права наших детей на семью. То есть волонтеры тоже могут обратиться и предложить какую-то свою помощь? Да, конечно. А какая-то проверка волонтеров будет идти? Нет, смотрите, вот я в этом учреждении работаю с 2009 года. И начинала я как раз работу, когда мы работали еще по старой системе. В 2009 году это было около 90 воспитанников, у нас стояли ярусные кровати. Это была как интернатная такая система традиционная. И за этот период на сегодняшний день у нас воспитывается 28 детей. На самом деле кажется, что это мало, но при этом поточность детей, она более, так скажем, вот эти 28 детей – это наполняемость детей, которые проживают в данное время, допустим, в учреждении. Но при этом мы в кратчайшие сроки создаем условия для того, чтобы наши дети обретали семьи. Либо они вернули свою кровную биологическую семью, либо мы предлагаем вариант устройства их замещающей семьи. Это приемная, пекунская семья. Поэтому поток детей, он как бы увеличился, но при этом количество при этом не увеличивается. Поэтому можно сказать нам смело, что за период с 2010 года 234 ребенка обрели вот это свое право на семью. Они воспитываются в семьях. И на этом наша функция не заканчивается. Мы дальше сопровождаем эти семьи. Мы помогаем адаптироваться нашим детям в этих семьях. Ну, вообще, вот если в целом взять, еще я считаю, что одна из наших достижений является, что вот для того, чтобы вы говорите про волонтеров и про добровольцев, да? Да, меня заинтересовал вопрос, потому что, да. Я отвечу. Первое, что мы сделали, создали, возобновили работу общественного совета, это попечительского совета. Вот Антонина Степан является членом нашего совета. Но кроме этого, общественный совет принимает самое активное участие в судьбе каждого ребенка. То есть у нас есть свои определенные проекты, программы и так далее. А волонтеры, мы сотрудничаем. Это организации, например, Медицинский колледж, Северо-Восточный федеральный университет. А что они делают? Они их финансово помогают? Нет, это вообще никак не связано с финансовой составляющей. Это посильное участие в организации воспитательного процесса, в организации досуга с этими детьми. Ну вообще в психологии есть такое понятие, материнская депривация называется. Это дефицит материнского внимания. Есть еще такое понятие, как бы ребенок, сирота, он чувствует себя одинокым в целом, потому что вот у ребенка, который в семье растет, у него есть родители, на которых он может в жизни опереться. А в нашем учреждении вот эту опору мы осуществляем через тех людей, которые находятся рядом. Это в первую очередь работники, это наши попечители, это те добровольцы-волонтеры, которые с нами взаимодействуют. И кроме того, сразу же, вот можно сказать, мы уже очень давно подписали соглашение с нашей якутской ленской епархией, с владыкой. И по духовно-нравственному воспитанию мы также взаимодействуем непосредственно с епархией. Это, я считаю, очень важное также направление, потому что духовное наполнение у детей, оно должно быть тоже. А как это все проходит? Дети приходят в храм или там как-то им просто батюшка приходит с ними, общается так же, вот как попечители. Как эта работа выстраивается? Она осуществляется через проектную деятельность. То есть есть проект, называется он «Азбука веры». Есть проект якутской епархии, он называется «Золотые купола». Вот, кстати, есть видео, мы можем попросить, чтобы включили это видео и показали, ну, зрители увидят, а для радиослушателей, я думаю, Лена Павловна прокомментирует. Да, ежегодно наша якутская епархия проводит фестиваль «Золотые купола». Это православный фестиваль, пасхальный фестиваль, куда приезжают гости, это известные артисты театра и кино, ремиссеры, представители культуры, которые здесь приезжают на свои ряд мероприятий в республике. И на протяжении многих лет гости этого фестиваля посещают наших детей. Они посещают их не просто так, чтобы пришли, как говорится, они посещают с той целью, чтобы поддержать наших детей. У нас уже такая дружба зародилась, потому что, например, Валерий Баринов у нас был дважды, Ольга Кабо у нас была тоже, можно сказать, трижды. То есть известные артисты театра кино, Ольга Кабо, Александр Павтунец, Рамиль Сабитов. У нас были именитые спортсмены Эрнеста Хуста, Питер Розендаль, например. Была телеведущая Первого канала Елена Николаева. Был у нас известный российский байкер, хирург, его называют Александр Залдостанов и другие. И когда нас посещают такие гости, мы также просим наших гостей. Во-первых, это дети получают такой большой заряд, подпитку очень большую получают. В том числе взрослые. Мне кажется, даже взрослые в какой-то степени больше радуются этим встречам, потому что мы становимся как одна большая дружная семья. И иногда это бывает общение нестандартное за чашечкой чая. Когда мы в беседе с детьми, разговариваем о житейском, когда наши герои рассказывают о своей жизни, делают какие-то дельные советы нашим детям. Кроме того, мы вручаем номинации, связанные с застижениями каждого ребёнка в какой-то сфере. В сфере спорта, в сфере образования, в сфере культуры. То есть мы таким образом наших детей подкрепляем, мотивируем. Зарождается вера. Самое основное – это вера, как мы понимаем, надежда и любовь. Поэтому вот через этих мы их называем послами доброй воли. Они являются послами доброй воли, которые, приезжая к нам в преддверии такого прекрасного праздника, как Пасха, нам дарят вот такой хороший большой праздник, душевный праздник. Я просто сейчас немножко расчувствовалась, я подумала, как вот такое тёплое объятие. Вот приехали люди, я посмотрела там сейчас видео, обнимают детей, как-то их к себе приближают. Потом всё равно момент расставания. Наши дети дарят подарки, свои рисунки, творчество своё дарят. Например, Валерия Барина говорит, что у меня на даче висят уже два моих портрета, которые своими руками сделали наши дети, например. С Ольгой Кабо мы познакомились на фестивале «Ассамблея будущей России». Это тоже уникальный проект, который мы, как наши воспитанники, уже на протяжении тоже нескольких лет участвовали. Это проект «Будущее России». Он также направлен на духовное нравственное возрождение нашей молодёжи. И наши дети, выезжая в Москву, были в Храме Христа Спасителя неоднократно. Они были в Кремле. Они были в таких местах, куда обычный человек... Ну, я даже бы не попала, но для них действительно была организована такая колоссальная... Это были сироты со всей нашей страны. Вот представьте, сколько сирот. А с Якутии выезжал наш детский дом четыре раза. Нет, это делегация определённая. Мы выезжаем не просто так, они выезжали для того, чтобы показать свои успехи. Там номинации тоже определённые. Например, посол, как бы дипломат, молодежь и так далее. Сейчас перейдёмся на рекламу, на коротку, и потом вернёмся и продолжим. Простите, что перемены. Душители, зрители, не теряйте. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Вашему вниманию программа «Якуск. Сегодня». Наша программа сегодня посвящена теме «Центру сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Берегине 70 лет». Раньше этот центр назывался «Детский дом», сейчас он переименован. И, как утверждают воспитатели, преподаватели этого дома, что и, в общем-то, методика общения с детьми, я не знаю, воспитание здесь слово уместно, да, наверное, сопровождение их всё тоже изменилось вместе с названием. Сегодня в нашей студии директор Центра Берегине Лена Ефремова и соцпедагог отделения комплексного сопровождения и социализации детей Мария Попова и моя соведущая Антонина Терютина-Титова. И мы вот сейчас говорим о том, как живут дети в Центре, что для них делается. И вот вы рассказали, что приезжают интересные, известные люди, такие тёплые встречи, попечителей поблагодарили. Я, кстати, не сказала в самом начале, я вас поздравляю с таким большим юбилеем. Ну и давайте продолжим разговор. Я бы продолжила с вопроса вот социальному педагогу Марии Петровне. Как и что вы делаете, какая работа проводится для детей, для того, чтобы они внутренне согласились со своими родными родителями, чтобы они смогли принять то, что случилось в их жизни, такие вот события, как, допустим, от них отказались родители родные. Либо что-то с родителями случилось, и они не смогли дальше быть в жизни ребёнка. Либо их лишили родительских прав. Что вы делаете, чтобы помочь им принять ситуацию и принять тех людей, которые дали им жизнь? Ну, вообще, когда ребёнок к нам попадает, с ним начинают работать психологи, воспитатели. Ребёнок проходит у нас адаптацию, да, и самое первое, он должен пройти реабилитацию. Из разных семей попадают дети, но это неблагополучные семьи, да, мы это все понимаем. Поэтому для ребёнка самое первое, это пройти реабилитацию психологическую, да, педзапущенность очень часто бывает у детей. Не всегда же это только плохие семьи, да, или, ну, бывает же, что что-то случилось с родителями, он остался без. Ну да, но таких детей совсем мало бывает. В основном к нам попадают из неблагополучных семей, родители которых ограничены в родительских правах или лишены родительских прав. Вот реабилитация, такое слово большое, а что входит, какими методами вы помогаете ребёнку принять то, что с ним случилось? Потому что ведь он состоит из своих родителей навсегда, в нём его родная мать и его родной отец, которые вот так с ним поступили больно. Ну, ребёнку оказывается психологическая помощь, да, потому что для ребёнка это действительно очень большой стресс, когда он, его изъяли из семьи и поместили в учреждение. К нам часто попадают дети не прямо из семьи, а из реабилитационного центра, допустим, да, ребёнка из семьи забрали, поместили в реабилитационный центр и уже там как бы первично помогают ребёнку. Расскажите, например, какие методы используются? Вот я третий раз вопрос задаю. Вот что происходит с ребёнком? Как вы ему помогаете принять то, что случилось? Какие методы? Ну, я думаю, что принять совсем окончательно, простить, это, наверное, мало кому удаётся вообще даже обиды детские. Они не должны прощать. Вот как раз-таки принять, это не обязательно прощать. Это просто согласиться с тем, что да, так случилось. Ведь туда невозможно смотреть без боли. Это очень больно. И даже есть, что говорить в нашем окружении, люди, которые в нормальных семьях выросли, но всё равно есть какие-то претензии к родителям, с которыми мы живём всю жизнь. Вроде бы казалось, всё у тебя прекрасно, хватит ныть, но ты ноешь, там какая-то травма у тебя случилась в жизни, застрял этот возраст психологический внутри, и ты ходишь с этим грузом всю жизнь. А тут такая беда у ребёнка. Да, мне поэтому интересно, какие методы, вот вы как социальная педагога, вот что вы делаете? Сейчас методов огромное количество психологических. Вот конкретно какие методы, например, расскажите, мне очень интересно. Ну это самое первое, это ребёнка принять таким, какой он есть, да, тёплое отношение к нему, понимающее отношение к нему, да. Как бы в начале именно вот в том, что и как было, как бы не копаешься, да, ребёнка не травмируешь лишний раз. Он потихоньку должен принять вот то, что он находится в усердении. Это такие режимные моменты, например, да, вот знакомство с детьми, чтобы дети его приняли. Как бы специально прямо вот таких приёмов это работают психологи по определённым программам, да, коррекции каких-то там травм, да. А социальные педагоги, мы уже разбираемся с родителями, так скажем, да. Могут родители ребёнка обратно забрать или нет. Есть потенциал у этой семьи? У вас ваша цель, что вы хотите всё-таки вернуть ребёнка в родную семью, как-то поправив национальный фон в этой семье? В первую очередь мы работаем с кровными родителями, мы так называем, да, изучаем потенциал. Смогут они изменить образ жизни, забрать ребёнка обратно. Если мы видим потенциал, тогда мы с ними работаем, консультируем, объясняем, как можно ребёнка, каким путём. Многие теряются просто, да, они не знают, даже если это человек более-менее такой грамотный, да, но обычно они юридические стороны не знают. Вот юридическая консультация, да, куда обратиться, какие документы собирать для того, чтобы ребёнка вернуть в семью. Насколько успешна ваша работа, вот насколько, какой процент детей вам удается вернуть и вернуть так, чтобы обратно ребёнка не забирать у родителей? То есть реально вы так можете провести работу, что родители меняют свою модель жизни? К сожалению, таких случаев мало, когда кровные родители забирают ребёнка обратно, да, это те, кто лишены родительских прав. А если ограничены в родительских правах, там есть надежда. То есть люди не совсем опустившиеся, да, какие-то у них были, может быть, трудная жизненная ситуация, и когда им объясняешь, какую-то поддержку оказываешь, они, ну, некоторые, небольшой процент, они забирают детей обратно. Ну, кстати, статистику надо. Да, ну, вообще, вот с 2010 года по сегодняшний день у нас устроено в семье 234 ребёнка. Ага, и кровным родителям вернулись 76 детей. Ну, это считая тех, кто временно были помещены, например, да, и от тех, кто через суд восстановился в родительских правах, таких единицы. Что для вас самое удивительное вот в этой работе, вот в процессе того, когда вы стараетесь родителей как-то на путь истинный наставить, или когда пытаетесь вот ребёнка обратно в семью? Ну, так как вот скромными родителями они мало, когда вот детей своих забирают из учреждения, да, мы ищем для детей других родителей, замещающих мы называем, то есть приёмных родителей. И я вот проработала в Берегине с 2011 года именно в отделе семейного жизнеустройства. Мы содействуем устройству детей в семье, да, и я заметила, что есть такая особенность, когда хочешь для какого-то конкретного ребёнка найти семью, я имею в виду замещающую, да, мы это делаем через разные, ну, как бы, каналы, да, даём информацию в СМИ, размещаем в газетах, например, информацию, да, про ребёнка, на телевидении показывают ролики, ищем банк данных о детях-сиротах, иногда направляет кандидатов. И когда мы начинаем искать для конкретных детей родителей, через какое-то время они появляются. Допустим, разместили фотографию ребёнка в газете, через какое-то время к ребёнку приходят кандидаты. Или начинаем искать среди уже приёмных семей, но не из них, не конкретно вот к тем, к кому мы обращались, да, а появляются всё-таки кандидаты, и дети потом уходят в семью. У вас есть ведь ещё такая модель, такой проект, когда гостевой, да, вот такой вот, гостевая семья, когда ребёнок может на какое-то время просто прийти, как познакомиться, да, и посмотреть, как ему будет в этой семье. Есть такое постановление правительства Российской Федерации, временная передача детей в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, называется. Мы по-простому говорим гостевой режим. Это вот люди, которые, например, не имеют возможности забрать ребёнка навсегда в свою семью, но хотят помочь, или это могут быть родственники, да, которые не могут по каким-то причинам ребёнка опять же на опеку забрать. Они обращаются в отдел опеки, собирают там определённый пакет документов, он небольшой, да, желающие очень быстро собирают и получают заключение от дела опеки возможности временной передачи. И тогда они могут ребёнка забирать на выходные дни, на каникулярные, праздничные дни. И дети, которые живут в учреждении, для них это как, ну, каникулы. Они уходят к родственникам или бывают к наставникам, на гостевой режим отдыхают. Им это очень нравится. Но так мы на гостевой режим направляем детей постарше, не до школьного возраста, а начиная где-то вот с 10 лет и старше. Потому что для маленького ребёнка, если он идёт в семью, это как, он считает, что это уже его забрали на постоянную. А взрослым детям мы объясняем, что это в гости, и они с удовольствием идут в гости. Также мы это практикуем, когда более взрослых детей, да, вот постарше подросткового возраста, люди хотят взять на опеку, но ребёнок, он уже как бы может побаиваться, да, может как-то не сразу соглашается. Тогда он может в гости, в семью эту поехать, посмотреть, там уже поближе познакомиться и уже решает, оставаться ему в семье или нет. Но ведь и родители приёмные тоже могут не рассчитать свои силы, и тоже могут уже, когда ребёнок приходит, понять, что им сложно более близко общаться и могут передумать. Для ребёнка это тогда является совсем уже по-больному, пора не ещё как соль насыпать. Чтобы таких отказов не было, проводится школа приёмных родителей. Вот о школе приёмных родителей давайте мы в третьем блоке поговорим, сейчас на короткую рекламу и скоро вернёмся, не теряйте нас. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Вашему вниманию программа «Якутск» сегодня у нас последний третий блок, поэтому кто хочет всё-таки присоединиться к нашему разговору, напомню, телефоны 32-00-66-32-11-66. Тема нашего эфира сегодня «Центр сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без побечения родителей, Берегиня, 70 лет». В нашей студии Лена Павлова, это Лена Павловна Ефремова, это директор Центра Берегиня, и Мария Петровна Попова, это социальный педагог отделения комплексного сопровождения и социализации детей, и моя соведущая Антонина Степановна Титова-Терютина, организатор, педагог-организатор детского подросткового центра города Якутска. Мы продолжаем разговор о центре, и я передам слово Антонине, потому что я со своими вопросами немножко нарушила ход вашего сценария. На самом деле, это те вопросы, которые, наверное, интересуют многих радиослушателей и телезрителей, но я вот хотела сейчас предоставить слово Лене Павловне с тем же вопросом, который вы задавали, Марине Петровне. Какие, что вообще используется для, какие методы? Ну вот, спасибо большое. Я, значит, хочу, вот мы говорили в самом начале разговора о том, что полностью поменялась система деятельности организации детей-сирот. С этой целью у нас в организации функционируют два отделения. Отделение коррекции и реабилитации, и отделение комплексного сопровождения и социализации. Соответственно, каждое отделение выполняет свои функции. В одном отделении коррекции реабилитации дети проживают, там организован воспитательный процесс. Дети наши посещают школы, детские сады, они полностью социализированы, интегрированы в общество. А проживание полностью соответствует семейным условиям. То есть мы максимально постарались создать такие условия, чтобы дети себя чувствовали как дома. И когда вот вы спрашивали о том, когда ребенок приходит на учреждение, что мы для этого делаем? Конечно, первый этап адаптации начинается, как Марина Петровна сказала, с принятия на уровне в целом не только воспитателей, педагогов, но и, конечно, детского коллектива. У нас наполняемость не более 8 человек в одной группе, как в одной большой семье. И у каждого есть свои функции, есть свои какие-то обязанности. Мы стараемся максимально детей приучать к труду, к повседневному труду, обслуживающему труду. И непосредственно, конечно, так как это отделение коррекции реабилитации, у нас есть, работают узкие специалисты. Это как педагог-психолог, это учитель-дефектолог. Включить видео. Да, можно в это время поставить видео, показать наших детей. И можно даже заметить, вот мы из практики видим, ребёнок иногда приходит, если он после жестокого обращения, не дай бог, там испытал, у него тусклые глаза, у него тусклые волосы, поникший взгляд. Через какое-то время мы замечаем, и посторонние люди замечают, что он меняется даже внешне. То есть он начинается улыбаться, у него начинается открываться, вообще он начинает доверять. Есть такое понятие, опять же, в психологии называется базовое доверие к миру. Вот это базовое доверие к миру, у детей-сирот нарушено. Для того, чтобы восстановить это доверие, мы и привлекаем, вот раньше, ранее сказали, о тех же добровольцах, о тех людях внешних, которые приходят, и своё внимание, через различные проекты мы это реализуем. Например, вот, и, соответственно, я просто чуть-чуть совсем, о чём я, почему спрашиваю, сейчас, допустим, много методов, психодрама, виштальтерапия, групповые всякие работы, расстановки, сейчас индивидуальные личные психологопедагогические методы приёма, они используются. Гипнотерапия. В основном, это, значит, тренинговая работа, это индивидуальная работа с детьми, да, это песочная терапия, это кабинет психологической разгрузки, в которой работают психологи, это арт-терапия. Мы взаимодействуем с нашей филармонией якутской. Приходят, раньше приходили, сейчас в условиях ковида это всё делается в режиме онлайн, да, общение непосредственно через музыку. По патриотическому воспитанию у нас реализуется проект «Я наставник и мой друг», да, непосредственно, и так далее. То есть воспитательная работа, она организована через различные программы и проекты. Воспитательный и коррекционный вот этот процесс. А там используются именно специальные формы и методы работы наших психологов, например, логопедов, дефектологов, которые непосредственно работают с этими детьми. Почему я про более глубинную такую психологическую методику спрашивала? Потому что невозможно построить настоящее, нормальное, если ты туда в будущее не вернёшься, и там какую-то работу не проделаешь. Ну, смотрите, есть такое понятие «работа со случаем». Да? Ребёнок перенёс какое-то насилие. Есть отдельная программа по работе с этим случаем. У ребёнка какие-то нарушения. Ну, бывает, ребёнок склонен к суицидальному проявлению. Программа именно по работе с таким направлением. То есть под каждого ребёнка практически формируется программа работы. И эту работу ведут узкие специалисты наши. непосредственно. Я про это. Вот. И то, что мы хотели ещё рассказать про школу приёмных родителей. Школа приёмных родителей организована на основании тоже закона. И наша задача подготовить кандидатов в родители. Вот когда мы итог подводили нашей деятельности, было озвучено, что более 600 было обращений, заявлений зафиксировано для того, чтобы обучиться этой школе. А получили более 500. Это о чём говорит? Это говорит о том, что те случайные люди, которые пришли, возможно, сами в себе не разобрались. Есть такое понятие, опять-таки, в психологии называется синдром опустевшего гнезда. Это когда родители испытывают утрату близкого ребёнка, близкого человека. И он этим сам пытается компенсировать. Он думает, если я возьму ребёнка-сироту, значит, у меня всё будет хорошо. Я компенсирую. На самом деле, это песка по своим родителям через детей. И вот в этом, во всём, а на самом деле есть очень много нюансов ещё других, с этим помогает разобраться наш психолог. Захарова Наталья Семеновна на многие годы работает, непосредственно проводит обучение, тренинги, также это всё тренинговая работа, там различные тоже методы приёма, в том числе юридическая, правовая консультация. И то, что порядка около ста человек уже поняли, они разобрались в себе и поняли, что оказывается, это не их вариант брать ребёнка из детского дома. Это означает, что не будет возврата в будущем. Что вот эти дети могли, ну, то есть, вот порядка ста человек могли подвергнуться возврату. Они бы взяли, а потом в себе поняли, что это не их вообще. На сегодняшний день у вас нет такой практики, чтобы возвращали детей? Вообще, в целом, если брать и российскую практику, региональную, в основном возвраты фиксируются именно по форме опеки. опеки именно бабушек и дедушек, пожилых людей. Они связаны с подростковым периодом. Когда дети в подростковом, ну, любые дети в подростковом возрасте начинают себя проявлять с разной стороны. А дети-сироты, учитывая их различные психические травмы, да, в детстве и так далее, они, конечно, тоже начинают себя проявлять порой не с лучшей стороны. И тогда вот наше, у нас подписано соглашение с органом опеки города Якутска. На основании этого соглашения мы проводим консультирование. Мы стараемся не довести до того, чтобы все-таки от них отказались. Это уже на заявительной такой основе происходит. Вот. И когда, для того, чтобы вообще эта тема была интересна обществу нашему, городу Якутску, республике Саха-Якути, мы в свое время начинали с проведения акций. Например, день семьи с семьей. Когда в этой акции участвовали в первую очередь наши попечители. Это были они, первые, кто начинал эту акцию. Далее это мы стали привлекать уже видных наших деятелей. Это чтобы ребенка привозили в семью и с ним пообщались. Нет, это была акция. Мы вообще в первое время люди боялись общаться даже с детьми, боялись из детского дома. И для того, чтобы вот это сближение произошло, это были акции такие, например, даже начали мы с общей игры в футбол, например, со взрослыми другими людьми. Потом стали забирать детей для того, чтобы у наших детей, например, не было понятия, как даже готовить. Они не имели даже представления. Для этого добровольцев, которых мы на тот момент подобрали, они наших детей брали домой и показывали, как устроен быт, например. Но, опять-таки, этому предшествует предварительная подготовка. То есть, мы настраиваем детей, что это проходит как проект, как акция. Мы настраиваем взрослых, чтобы они не давали пустых обещаний. И после завершения проекта идёт отработка рефлексия. То есть, и с детьми отдельно, и со взрослыми людьми. У нас в Якутске был такой проект, не помню организацию, сейчас боюсь, что напутаю. Просто была квартира, она ничья была, никто там не жил. Она была именно для того, чтобы там детям показывать, как вести домашний. Это проект, который был реализован в городе Якутске, на границе квартиры тренажёр. Вот смотрите, у нас проект квартира-тренажёр был реализован за счёт гранта главы, это уже по работе со старшими детьми, с выпускниками, те, кто находятся на пороге выпуска, на грант главы города Якутска, Сен Сергеевича Николаева. Два проекта мы реализовали. Он называется «Гнёздышко» с якутской организацией подросток. И второй проект мы реализовали, назывался он «Квартира-тренажёр». Да, дети там проживали. Это более как-то щитящее, бережное, они самостоятельно себе готовили. Мы учили их оплачивать даже коммунальные услуги. То есть они ходили, вот мы попросили там с хозяевами, договорились, что они даже ходили в учреждения соцкультбы, это там магазины и так далее. В общем, для того, чтобы было понятие. Те дети, которые прошли через эти проекты, они действительно легче вошли во взрослую жизнь. Лена Павловна, у нас минута остаётся, если вы хотите что-то сказать, просто у нас эфир не очень праздничный получился. Ну, вообще, я хочу сказать, что очень много проектов реализуются и совместных с попечительскими. И мы сегодня хотели показать, если сейчас мы ещё успеем, может чуть-чуть, нас ввел пробег по пригородам города Якутска и изучение родной республики, истории родной республики, родного города. Вот. И если можно, этот ролик хотя бы хотя бы посмотрим, вот что там, что там пока, да, запустить. Зрители видят, а слушателям мы, наверное, прокомментируем, что здесь. здесь велопробег, он в том году начался на исторический парк «Красивая история». Мы выезжали в кангаласы и каждый выезд, ну, это один из проектов, когда на велосипедах дети выезжали. Дорогие гости, спасибо вам большое за сегодняшний эфир, Антонина, спасибо за организацию и за вашу работу. Слушателям и зрителям спасибо за внимание. К сожалению, выходим из эфира, не все, что хотели, успели. До новых встреч. До новых встреч.